Это более 800 команд, это где-то 15 тысяч. Это очень серьезная, хорошо подготовленная армия молодых, талантливых, энергичных, готовых отдавать своему творчеству и КВН самые свои лучшие годы. Это здорово, что за 22 года это движение действительно является в республике одним из мощнейших молодежных движений. Я благодарен и ребятам, и нашим учредителям, и Министерству по делам молодежи и спорта, и лично Владимиру Леонову за то, что меня вернули в это не только как ведущего КВН, но и, как уже сейчас сказали, президенты клуба «Веселых и находчивых». Безусловно, у нас есть и в этом году, и на будущий год стратегические задачи. В чем они состоят? Я считаю, что стратегические задачи, часть из которых мы уже начали реализовывать это, вернуть в Казань Первую Лигу, подготовить команду и, наконец-то, показать, что Татарстан – это тот самый регион, у которого есть сильная команда, которая способна завоевать золотые медали в Высшей Лиге. Это, в общем-то, общая идея. На эту идею все будут работать, я надеюсь, и начиная от школьной лиги, студенческой лиги, школы рабочей, лиги рабочей молодежи, нашей премьер-лиги. Кстати, в этом году очень много сюрпризов будет. Одним из таких сюрпризов, что у нас несколько, может быть, поменяется схема сезона, и мы в этом году хотим предложить всем КВНщикам одну очень новую и интересную лигу – Лигу КВН «Инополис». Как она будет функционировать, пока, я вам скажу честно, не знает никто, но то, что ребятам и командам будет интересно играть в этом нашем самом молодом и самом перспективном городе «Инополис», это, я думаю, тоже такой сюрприз, интересная новость и, наверное, уже потом новое развитие и самого КВНовского движения. Вы знаете, мы продолжаем и те проекты, которые мы запустили в прошлом сезоне. Я считаю, что для актерского мастерства и авторской составляющей, а именно мы хотим вырастить собственных и авторов, и актеров, которые живут, работают в Татарстане и работают на татарстанские команды. Лучше всего это опробовать в проекте, который мы в прошлом году, вы уже видели премьерные показы, шоу «4 Татарина». Это не отдельный проект, это КВНовский проект для КВНщиков и для развития КВН. Я просто хочу это подчеркнуть. И мы будем его продолжать, этот проект. Следующая съемка запланирована на 1 апреля. Это Международный день юмора. Надеюсь, мы и 1 апреля, как заявили в прошлом году, откроем Международный фестиваль юмора этим событием. Поэтому здесь, собственно говоря, мы активно пригласили Михаила Наумовича, как и председателя жюри Международного фестиваля, и Антон, как музыкальный продюсер этого шоу. Я уверен, что мы вместе и с коллективом клуба «Веселых и находчивых» у нас очень много лиц, которые сейчас уже обременены статусом большим. Вот Алиса Казаковцева здесь присутствует. Она была главным администратором всех наших КВНовских баталий республиканского турнира. А теперь давайте ее поздравим. Она исполнительный директор 1-й лиги Международного союза КВН. Я думаю, что это заслуживает Алиса. Алиса, пристаньте, чтобы позвонили, о ком речь. Да, успокажитесь, пожалуйста. Да, в зал, пожалуйста, да. Кстати, человек, который сделал очень много не только для развития КВНов Республики, которого знает, но, вы знаете, стоит приехать только в Сочи и посмотреть, кто там всем этим процессом занимается. Это Алиса. Там как бы вот эти 462 команды администрируют наши администраторы. И это тоже здорово, что республиканский клуб работает и в Сочи с Международным союзом так вот активно. Кстати, я в этом статусе первый раз, наверное, съездил в Сочи за последние 10 лет. Сразу скажу, наверное, не смог посмотреть все команды, но много посмотрел. Наши команды не хуже, я хочу сказать. Но нам очень бы хотелось, чтобы в ближайшее время мы очень серьезно эту планку подняли и стали гораздо лучше. И в этом, я думаю, что нам будут помогать и те ребята, которые и родом из Татарстана живут, и работают из Татарстана. У нас тоже новое, ну, не назначение, а приглашение. С нашими КВНщиками будет работать наш знаменитый автор команды «Четыре Татарина» Идхам Рысаев. Мы очень надеемся, что на вот эту работу творческую и административную совместно мы получим действительно очень серьезный прогресс. Но я очень много говорю, я могу говорить много, поэтому останавливайте меня. Я бы очень хотел Михаилу Наумовичу предоставить. Слово Михаилу Наумовичу. Вы нас знаете отродящий, что называется. Практически как вы меня. Нет, на самом деле, вот есть Александр Васильевич Масляков, это вот самый главный человек всех времен и народов в КВН, президент клуба. И Михаилу Наумовичу, благодаря которому человек, в общем-то, татарстанский КВН в свое время сделал вот этот вот звездный шаг вперед. Понятно, что кто-то еще помогал, кто-то был рядом, но Михаил Наумович заставил нас всех по-другому посмотреть, что если мы хотим что-то добиться, для этого надо очень много работать. Вот я лично вот это перенял от этого человека. И вот Михаил Наумович. Представляете, какое я открытие сделал. На самом деле оказался просто в нужное время, в нужном месте и не мешал. Друзья, я знаете, какую мысль хочу подчеркнуть. Вот Андрей Станиславович, он с самого начала не случайно начал, да, с положения в республике с КВНом, да, и с тем, как много людей этим занимается, и потом уже перешел к целям и задачам. Просто нужно это обязательно связывать в голове, да, что достижение каких-то высот там на уровне Международного Союза, это такой не вопрос голого престижа, это не самоцель, понимаете? Это все, всего лишь один из пунктов для развития КВНа именно в республике Татарстан, понимаете? Потому что понятно, что каждый солдат носит маршальский жезл в вещевом мешке, но я вот как раз лет 20 назад стал доходить до истины, и не устаю ее повторять, что на самом деле вот тот КВН, который мы видим по телевизору на Первом канале, это вообще говоря надстроечное явление. А главный-то КВН, вот главное, для чего он существует, это тот КВН, который существует на уровне республика, края, области. То есть вот там, где люди живут и работают. И это, понимаете, такая двоякая штука совершенно, потому что с одной стороны КВН создает атмосферу самоиронии, которая позволяет и легче переживать трудности, и не почивать на лаврах, то есть на самом деле работает на прогресс. А с другой стороны, ведь КВН прививает вот этим вот молодым людям, и не только тем, которые занимаются этим непосредственно, но и вокруг него существует огромное количество любителей, которые тоже заражают за этим. Так вот КВН прививает уважение к уму и целеустремленности. То есть это тоже те качества, которые делают прогресс. Вот сейчас я хочу по этому поводу высказать одну такую мысль, может быть немного парадоксально, но мне кажется, что какая-то доля истины в этом есть. Понимаете, с одной стороны понятно, что именно такие приоритетные позиции Татарстана вообще в стране, они привели к тому, что такое внимание уделяется молодежной политике, такое внимание уделяется КВН. Но с другой стороны, учитывая то, что я сказал, и то, сколько КВНщиков сегодня занимают серьезные государственные посты, может быть и приоритетное развитие КВН создает тот факт, что Татарстан продолжает занимать передовые позиции по всем показателям, понимаете, в стране. Да будет так. Спасибо большое. Я вот прежде чем Антону сейчас предоставил слово, я уверен, что у нас сегодня много сюрпризов. Коллеги, друзья, мы сегодня хотим попробовать, может быть в рамках вот этой пресс-конференции, сделать небольшую разминку, поэтому готовьте вопросы. С нашими командами. У нас очень серьезный был прорыв и в городе Героя Сочи, в фестивальном Сочи. Наши команды хорошо выступили там, и они сегодня здесь присутствуют. Те, которые попали и в полученные рейтинги, и те, которые прошли в первую лигу Международного союза КВН, и самое главное, в лигу премьер. Тут и команда, моя попытка номер пять, давайте поаплодируем, девочки, очень хорошо работали. Эта команда голая правда здесь присутствует. Молодцы, ребята. И, безусловно, та команда, которая, вы знаете, вот если взять общий уровень фестиваля, вот он был общий уровень фестиваля, но был вот такой взрывной момент, когда команда чемпион Лиги Поволжья, команда Казань, выиграла кубок чемпионов Центральной Лиги. Вы знаете, вот давно я не испытывал вот этого чувства такого гордости за наш КВН, за команду, которая просто действительно пополам разорвала этот зал и просто сделала так, что вариантов у жюри не было, кто победил. Да-да-да, не было конкурентов. Да, конкурентов. А это ведь самые сильные лиги. То есть они победили чемпионов всех самых сильных лиг. Я вас поздравляю, ребята, еще раз вам аплодисменты. Поднимите, пожалуйста, на этот клубок. Клубок вам принес, Костя, ты на разбитку его, когда выйдешь. Поддержите его побольше, чтобы успели. Ну, конечно, безусловно, хотел бы поприветствовать в зале директора клуба КВН, руководителя Лиги Поволжья, Ильдара Фатахова, давайте его поприветствовать. Большая заслуга, большая заслуга лично его в том, что в клубе все эти традиции сохраняются, и самое главное, развиваются очень интенсивно все наши республиканские лиги. Это действительно так, Ильдар, тебе огромное спасибо. Антон Салакаев. А вы сказали, без Антона, как без Антона. Вот мы без Антона просто не можем, потому что Антон, это вот какая-то есть душа нашего клуба. То есть вот он присутствует на всех играх, он в жюри. И Антон, огромное спасибо, тем более, что в этом году, товарищи, 20 лет Волга-Волга, группе Волга-Волга. Давайте сегодня тоже его поздравим. Кстати, маленькую такую ремарочку от себя добавлю. Напомню, мы находимся в высшей школе журналистики. А 20 лет назад группа Волга-Волга, ну тогда она еще досела несколько иное название, она как раз-таки зародилась тоже в этих стенах, потому что в числе участников были, кстати, студенты-журналисты. Это так, на заметочку. Антон, пожалуйста, расскажите о том, какие собираетесь планы в связи с юбилеем. Опять же, какие новые проекты у вас будут? Будьте добры. Ну, во-первых, еще раз всем здравствуйте, доброе утро или уже добрый день. Я хотел действительно, во-первых, о себе сказать так, что, наверное, как сказал Михаил Наумович, я очень надеюсь, что я тоже оказался в нужное время и в нужном месте. И, по крайней мере, ну, делаю все для того, чтобы это действительно было так. И как раз вот это нужное время и нужное место, оно было, наверное, теперь уже чуть более 20 лет назад, когда мы каким-то образом по какому-то стечению обстоятельств познакомились с Андреем Саниславовичем Андратьевым и начали свой, скажем так, творческий параллельный путь. Мы как музыканты группы НЗ тогда, которая потом переименовалась Волгу-Волгу, Андреем Саниславовичем рулевым республиканского КВН. И как-то так все время складывалось, что наши судьбы постоянно пересекались. И вот как раз этому я, на самом деле, несказанно рад и очень счастлив тому, что до сих пор мы, в общем, как-то вот дружны с КВН. И дружны — это, наверное, даже слово такое достаточно емкое. Я бы, может быть, как-то шире попытался бы это все представить, но шире это только можно представить, побывав на концертах, побывав на играх, и тогда понять, насколько действительно мы тесно взаимосвязаны. Слушай, я просто беру Антон, вы просто распирайтесь внутри. Послушайте, вот этот день замечательный в городе Сочи был, когда наша команда просто выиграла, вырвала победу Кубка. И вечер, 17 января, и вечер этого дня, когда группа «Волга-Волга» просто разорвала там тысячные залы, там несколько тысяч было народу, своим вечерним концертом вместе с представителями команд тоже вышло, да. Это действительно был такой фурор, Татарстан произвел в Сочи. И на следующий день, когда шли по городу Сочи, там вот тоже такой феномен. Обращали внимание не потому, что там идут КВНчики, а потому, что идет «Волга-Волга», и с ней кто-то, с этой группой «Великая» идет кто-то. Да, это было просто фантастично. История такова, что череда юбилеев, помимо того, что «Волги-Волги» в этом году исполняется 20 лет, в этот раз в Сочи мы приехали пятый раз. Это был тоже такой маленький, но все равно для нас юбилей, тем более, что, в общем, вот пять лет назад, скажем так, в процессе всей нашей дружбы, вот благодаря Ильдару Фатахову мы, собственно, первый раз приехали в Сочи. И так случилось, что как-то оказалось, что, в общем, нам интересно играть для КВНщиков непосредственно в те моменты, когда ребята соревнуются, когда у них проходят вот эти отборочные всякие туры, и фестиваль, когда идет, и здесь просто даешь концерт. Я так понимаю, что КВНщики в этот момент просто отдыхают, потому что суть к тому, что происходит в зале, я понимаю, да, что они действительно отдыхают. Вот, поэтому вот этот... Не однозначно прозвучало, но мне понравилось. Да, поэтому вот этот пятый год, юбилейный наш приезд в Сочи, он, конечно, был такой очень знаменательный для нас. И вот этот концерт, ну, наверное, был лучшим из тех пяти, которые были в Сочи, хотя, конечно, каждый год это просто какое-то, в хорошем смысле слова, такое безумство происходит на концерте. Мы очень счастливы, что мы туда приезжаем вот уже пять лет. Кстати, сейчас вот была трансляция в Высшей Лиге, там, по-моему, несколько команд использовали просто вашу музыку. Я, к сожалению, не мог посмотреть, но у меня постоянно... Это слава. Да нет, это просто приятно, потому что на самом деле мне постоянно приходили смс, там три или четыре команды использовали музыкальные отбивки «Волги-Волги», то есть сразу просто после нашего концерта в Сочи это было действительно приятно. Спасибо. Я напомню, что мы находимся на пресс-конференции, поэтому, коллеги, сейчас переходим к сессии вопросов-ответов, не путать с разминкой. Разминка будет попозже, это вот к тому, что вот... Ну, готовиться к разминке. Да, готовимся. Пока придумываем, начинаем вопросы от, собственно, сегодняшнего дня до погоды, так что смотрите, сами ничего не подсказываю. Итак, вопросы в зале. Журналисты. Меня зовут Евгений, я корреспондент газеты «Республика Татарстан», и хотелось бы вот спросить, а каковы масштабы КВН в «Республике Татарстан» вообще? Вот вы говорите, там армия целая КВНщиков, а хотелось бы немножко в числах, как их готовят, как вообще это движение развивается. Давайте начнем с числа, с цифр. На самом деле, у нас в «Республике», вот Михаил Иванович не даст соврать, существует клуб, который вот в таком формате клуба, как работа клуба, не, наверное, в единичном, наверное, экземпляре, вот в России, да, что он сохранился как клуб. То есть в некоторых регионах есть отдельные команды, есть там ассоциации команд каких-то, которые играют в КВН. У нас это действительно клуб. У нас есть школа КВН, и, кстати, первая школа Международного союза КВН, которая зародилась в Казани, первая школа Международного союза КВН, она уже имеет свои такие ответвления, которые работают и с школьными командами, и с студенческими командами, и с командами промышленных предприятий. То есть это система работы КВНа, лиги. Лиги, у нас есть школьная лига, которая объединяет фактически всех тех, кто играет в школах. И вы знаете, что в этой лиге есть серьезные достижения. По-моему, трехкратные, если я не ошибусь, они чемпионы, всероссийские чемпионы. То есть и у нас вот сейчас Бобрята, команда из Альметьска, которая будет сегодня выступать в Униксе на фестивале, она в скором времени опять вступит в борьбу за высшие награды школьной лиги. Кстати, школьная лига транслируется уже на федеральном канале. Да, с 18 февраля каждую субботу на канале «Карусель» в 4 часа дня. Детский КВН это называется. И вот там Бобрята одну игру уже выиграли, попали в полуфинал. У нас студенческая лига, которая объединяет студентов вузов, то есть те студенческие команды. Правда, к сожалению, на сегодняшний день это следует отметить. Не все ректора вузов, как это было в свое время, поддерживают. Ну кто-то, потому что сейчас развивает стемовское движение, кто-то в другом плане самодеятельность развивает, хореографии больше уделяет внимания. Но это серьезная лига, которая дает очень серьезные результаты. Лига промышленной молодежи, то есть молодежь промышленных предприятий. Тоже хотим, чтобы в это включились все промышленные предприятия. У нас есть лига Татнефти, это целый юго-восток республики, которая играет в Альмейцевске и ее поддерживает компания Татнефть. То есть это серьезная тоже, есть лига республика, которая объединяет лучшие команды, которые играют в телевизионном турнире. То есть такое вот структурирование лиг, я считаю, обоснованным. Единственное, что надо сейчас, а это всегда происходит на фестивале, посмотреть, какие команды приехали, какие команды как работают, и в соответствии с этим выстроить работу на 2017 год уже. Определить, кто будет в какой лиге играть. Премьер лига, это кочующая лига, которая у нас работает в разных городах, в зависимости, где это необходимо, где у нас центры активности КВН появляются, туда эта лига переезжает. Я уже заявил, что будет формироваться новая лига Иннополюс. Это очень хорошая практика и, безусловно, нам нужно все-таки где-то провести инвентаризацию и досконально разобраться уже, где кто играет. Но это невозможно сделать по той причине, что в одной школе одновременно в год возникает несколько команд и уходит несколько команд. То есть это движение такое постоянное. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. У меня два вопроса. Первый, наверное, Михаилу Марфину. Представляется, это Олег Платонов. Да, Олег Платонов, газета «Бизнес онлайн». Для чего Амику еще раз возвращать первую лигу в Казань? И что это даст Татарстан, на ваш взгляд? И, Андрей Станиславович, вопрос, во сколько это обойдется и кто будет спонсировать этот праздник юмора? Хорошо. Ну, смотрите, во-первых, Амику понятно, для чего возвращать первую лигу в Казань, абсолютно. Дело в том, что в Казань возвращается первая лига уже в третий раз. И если посмотреть на историю этой первой лиги, а для Амика самое главное – это выход творческий. То есть, что за команды, сколько их на выходе и каких успехов они достигают. То выясняется, что в те годы, когда первая лига была в Казани, это именно самые удачные годы по продуктивности первой лиги. Поэтому связано это со многими моментами, но какие-то моменты субъективные, но есть совершенно объективные показатели, связанные с такой очень мощной административной структурой, с одной стороны, и с другой стороны, с интеллигентной казанской публикой, которая, на самом деле, очень важна, кстати говоря, потому что какие бы там усилия не прилагались в других городах, где-то они были хуже, где-то лучше, но тем не менее, вот эта вот аура публики, которая не совпадает с московской никак, она приводила к тому, что в этом городе выигрывают те команды, которые потом в Москве проваливаются. А вот есть Казань и есть Минск, по большому счету еще, два города, в которых примерно, и Казань ближе всего, это публика, которая ближе всего реагирует так же, как московская. Поэтому те команды, которые здесь не просто сидят члены жюри и что-то такое там себе выдумывают, а жюри может голосовать спиной, понимаете, оно и так почти всегда это делает, потому что очень трудно как-то не обращать внимания, на то смеется зал или нет. Вот, вот, вот. Можно я добавлю на этот вопрос? Теперь наш интерес. Наш интерес заключается в том, что вы посмотрите по годам, когда приезжала к нам первая лига в Казань, именно примерно в это время, 98-й год, 2002 год, начинался форсированный старт татарского КВНа на высшую лигу. То есть мы начинали эти движения, очень серьезные, когда, во-первых, наши команды, наши актеры, наши авторы видели лучшие команды, ведь к нам в первой лиге сейчас приедут Москва, Санкт-Петербург, у нас приедет команда Лондон, у нас приедет команда Иерусалима будет играть. Там 20 команд, я их, если нужно, мы вам как бы все названия берем. Это лучшие команды, но я не имею в виду высшие лиги, которые на сегодняшний день есть в Международном союзе КВН в АМИК. Мы, знаете, вот за эти годы, с 2003 до 2017 года, очень серьезно увлеклись внутриковым юмором, внутренним таким. Вот для обихода. Смешно? Зрителю смешно, да. Но нам не с чем сравнить. Для того, чтобы нам сравнить, это нам надо дождаться Сочи, поехать туда посмотреть. Да, но это же единицы ездят в Сочи, да. А публику нужно приучать вот именно, чтобы шутки были общие, чтобы мы шутили на все темы, да. И как раз вот для нас самый большой интерес, что, во-первых, лига будет здесь, и мы приучаем не только зрителей, но и наших КВНщиков смотреть серьезный юмор, да. Ну и плюс к этому мы даем возможность, ведь этого не было никогда, чтобы АМИК дал возможность четырем командам из Татарстана участвовать в первой лиге. То есть фактически это очень серьезный прорыв, да. Ну и команды молодцы, конечно. Теперь о вопросе финансирования. Это совместный проект Международного союза КВН, компании АМИК и Татарстана, да. Безусловно, эта лига несет расходы, хотя команды приезжают самостоятельно, размещаются они самостоятельно, обеспечиваются питанием они самостоятельно, хотя в других, я так скажу, видах спорта это не происходит, да. Но здесь это все команды платят самостоятельно. Плюс к этому команды платят, но это организационный взнос, но это понятно, потому что есть расходы. Во-первых, эти игры будут транслировать не только телеканал ТНВ, эти игры будут транслировать федеральный канал. То есть Михаил Научев сейчас приехал, он после пресс-конференции сразу уезжает на телевизионную съемочную площадку, потому что он будет встречаться с операторами, с режиссерами. Это еще один плюс наш. Вот мы когда начинали снимать шоу «4 Татарина», кто помнит, здесь в зале сидели, это же было просто, извините меня, просто промахи были, не попадали в шутки, не попадали в репризы. Слава богу, что у нас есть такие люди, которые сегодня приедут, подскажут, как правильно поставить камеры, как правильно настроить, как поймать шутку. У нас ведь нет даже такой культуры, чтобы операторы приходили на репетиции. А как можно, не придя на репетицию, снимать игру КВМ? Ты просто снимаешь там красивую девушку, а в это время звучит шутка. Ты не попадаешь. Просто не попадаешь в шутку, и материал уходит. То есть это тоже наш интерес, интерес Татарстана. И, безусловно, есть моменты, которые берет на себя республика. То есть это у нас залы. И, кстати, между прочим, в Татарстане залы по аренде очень недешевые. Очень недешевые залы. У нас есть транспортные расходы, у нас есть организации, связанные с телевизионной съемкой, как техника оборудования. У нас очень серьезная сейчас техника. В Казани есть, которая снимает телевизионные продукты, но больше они связаны со спортом. Мы их сейчас тихонечко, немножко стараемся ориентировать уже на такие творческие проекты. И Михаил Иванович будет с ними сегодня пытаться выстроить этот момент с точки зрения КВН. Потому что очень важно, с АМИКом сейчас договоренность достигнут. Но самые жесткие позиции договора с АМИКом связаны с телевизионной съемкой. Вот все хорошо. Договорились, все молодцы, все партнеры. Эти хорошие, эти хорошие. Но самые жесткие условия договора, они стоят по телевизионной съемке. Если мы будем выдавать не очень хороший продукт в эфир, Михаил Иванович у него улыбки на лице больше не будет. Потому что он отвечает за это круглосуточное вещание федерального канала КВН. Вот эти игры будут, наши казанские, показываться на этом канале. Мы когда-нибудь надеемся, что и республиканские игры наши будут на федеральном канале. Ну посмотрим. В общем, три составляющие тут есть. Это и телеканал АМИК вкладывает в этот продукт серьезный. То есть к нам приедут редактора. То есть это Айадар Гараев. То есть мы этого человека видели раньше только в жюри. Там как-то эпизодически. Но он будет здесь работать. И он будет... Алексей Лепчев. То есть это люди, которые будут воспитывать. Я вот Олесе все время говорю. «Олесе, давай там мы экскурсии по Казани им сделаем». Она говорит, «Олесе, какие экскурсии по Казани?» Они вот сюда приедут, их как закроют, и они будут там круглосуточно репетировать свои программы. Потому что Первая Лига – это лига, где формируются профессионалы. И растить этих профессионалов будут именно в Казани. И мы этому обстоятельству очень рады. Спасибо. Следующий вопрос. Вот микрофон скажи, пожалуйста. Процентное соотношение финансирования. Сколько примерно все нужно рассчитывать? Как оценивать? Например, если сказать, что АМИК, например, большая часть расходов связана с телевизионной съемкой и с трансляцией, то как оценивать? То есть если назвать, например, наши цены, эти телевизионные съемки, это не так дорогие съемки. А если взять их в Москве, например, и поставить эту цену, она будет как бы правильная цена, но она будет гораздо выше. Процентное соотношение, я думаю, что это где-то 30-30-30. Если будет по залам, нам удастся сейчас договориться, ведь потому что мы понимаем, что любой зал сейчас в это непростое экономическое время старается выставить свою цену за участие. Но мы, если договоримся дешевле, значит, где-то сэкономим на этом формате. Декорации. Если в свое время Первая лига сюда приезжала, мы могли повесить два баннера и обойтись этими расходами, то сейчас условия, например, АМИКа, чтобы были экраны, чтобы были сеточные экраны, чтобы это все было соответствовало формату телевизионной картинки федерального канала. То есть расходы есть, безусловно, но мы их стараемся. Вот сейчас, кстати, в процессе согласования как раз находятся вот эти процентные, как вы сказали, соотношения. Три страны АМИК, вы, ну, республика бюджетная. Республика и фактически те, кто... Да, кстати, есть еще одна составляющая. Мы ее прорабатываем. Спонсоры. Спонсоры. Мы не исключаем, что у нас 30% всех расходов. Все-таки мы выйдем, чтобы были это спонсоры. Сейчас идет работа, и часть будут закрывать они билеты, какие-то льготы будут по билетам, по приездам команд в Казань. То есть вот мы в постоянном поиске. Первые игры-то уже понятно, во сколько обойдутся республики или нет? Я прошу прощения, конечно, за такой настырности. А что ж вы все время обойдутся, обойдутся? Почему вы называете это расходами? Давайте называть это инвестициями в будущее КВН-РТ. Понимаете? Я вам так скажу, что это не... Вот для республики это обойдется не дороже, чем республиканский турнир КВН, то есть которые и сейчас республикой 22 года руководство республики, министерство поддерживает. Не дороже. Цены сопоставимые, потому что это, я сказал, расходы связаны с декорациями, с залом, с организацией телевизионной съемки, транспортные расходы. Никаких здесь сверхъестественных расходов. АМИК предоставляет редакторов, которые приезжают. АМИК предоставляет режиссеров, тех, которые будут... Кстати, у нас в этом году, я, к сожалению, об этом забыл, не напомнили мне, у нас появилась такая должность в клубе режиссер программы, чего не было до этого. И на первую лигу приедет режиссер АМИК, с которым, я надеюсь, у них сложатся взаимоотношения, он будет учиться, наш режиссер, для того, чтобы постановочную часть программы выстраивать. Спасибо большое. Коллеги, вопросы давайте, может быть, все задали, все уже как бы удовлетворены ответами, да? Давайте тогда перейдем к сессии именно разминки, потому что у нас уже, по-моему, есть вопросы у студентов. Так, в этот момент у меня такой закономерный вопрос. Вот, собственно, это рояль в кустах. Нет, ну, наверное, я думаю, что надо ребят пригласить. Это да, вот рояль в кустах, это для кого у нас микрофон стоит? Пожалуйста, пройдите сюда. Сейчас обратите внимание, пожалуйста, вот это крыло, микрофон. Ага, видите, да, у девушки? Фонограммы у нас нет, да? Так, здесь тоже. Встань, пожалуйста. Так, итак, вы помните, как это было, да, как это, вернее, происходит на КВН? Вы задаете вопрос, ребята думают в течение определенного времени, потом вы повторяете вопрос, так, итак, вопросы в зале есть у нас на разминку? Журналисты, конечно. Так, Лена, первый вопрос. Вот от журналистов бизнес-онлайна. Он сейчас спросит, где деньги, Зин? Так, ну что, поехали, пожалуйста. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путину люблю. По-моему, очень хороший вопрос. Да, да, время пошло. Олега, может быть, пригласитесь. А можно мы тоже будем. Он, кстати, несколько раз за его творческую карьеру был в шаге от КВН. Можно мы тоже будем отвечать. Да, 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 кстати. Так, ребята, готовы? Олег, ты просто сейчас ступор вел. Ребята готовы? Кстати, спикеры готовы? Итак, первый спикер у нас, да, или как? Два раза будем. Задавай вопрос еще раз. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путину люблю. Так, ребята говорят, что пока не готовы. Они не готовы вас спросить. Вы не готовы? Нет. Вы не готовы? Давайте, задавайте. Еще раз. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путину люблю. все правильно делать бизнес онлайн вопросов нет красавчики давайте еще раз у меня неразделенная любовь все люди как люди а я путину люблю а вы уверены что он вас не любит у меня неразделенная любовь все люди как люди а я путину люблю конъюнктурщики и у него точно разделенные у меня у вас микрофон почему-то не работает работает все слышно уважаемые команды скажите пожалуйста чем наставники шоу голос отличается от сегодняшних спикеров так время пошло да ребята сразу отвечаю почему у нас кресло не разворачиваются так что ребята готовы все уже ответили дальше вопрос еще раз пропускаем не готовы хорошо следующий вопрос кто готов задать зале а что ж такое давайте мы еще раз давайте мы за них ответим давай задавай еще раз и кто в кубке победил я не могу понять скажите пожалуйста чем наставники шоу голос отличаются от сегодняшних спикеров а среди нас нет полида гагарина и не будет перспективе хотя жаль готова ребята ну давайте мы тучим любым а ты зачем в бейджике сочинском пришел сегодня сочинское фестивальное настроение чем наставники шоу голос отличаются от сегодняшних спикеров да почти ничем градский также посередине сидит вопрос из зале ребят у кого еще есть пожалуйста даша долгова первый ряд пожалуйста микрофон пожалуйста работает скажите почему не представили владимира леонова в зале вас не смущает что вас тоже не представили это был ответ а можно давайте задавайте еще раз готовы на таки владимира леонова в зале он здесь инкогнито спасибо так вопросы в зале еще для разминки у кого студенты вот пожалуйста сейчас а на леонова еще раз повторяй без микрофона повторяй без микрофона не так важно представили владимира леонова или нет насколько долго внимание а внимание нужно обращать не на слова на сердце греет сердце светится лицо скажите а как будет любовь по-татарски спасибо мне нравится вопрос олег ты готов показать ты уже будешь не в шаге от клуба вообще в этом пределах не будет моя попытка номер пять потому что эта команда у нас была впервые в истории такая разминка телевизионная разминка на фестивале мы записали 10 передач вот посвященных исключительно разминки по полчаса таким были игры и на сказать что там был проведен кастинг ковровыми бомбардировками до этого и отборочные соревнования и вот моя попытка номер пять было одной из 27 команд которые всего отобрали она участвовать спасибо вопрос пожалуйста повторите вопрос скажите как будет любовь по татарски сирене приехала люба у нас так было написано подсказках а можно повторить потому что я даже я не расслышала ребята вы уж сами-то не смейтесь над своими ответами дайте зрителям повтори пожалуйста ответ его не было слышно сегодня праздник дня святого валентина скажите как будет любовь по татарски сирене приехал люба а не так же на сцене вели сирене приехала люба у нас так было в подсказках вопроса еще есть у кого есть вопросы для разминку пожалуйста у меня тоже догоняющий вопрос представим ситуацию что парень на день святого валентина подарил девушке билеты в театр но ей не понравилось что делать они сами по ходу сочиняют смеются а потом до нас не доносят как-то это они нас другим смеются они не слышат вопрос готовы ребята поделитесь будет хуже с утра просто тяжело играть честно разминки допустим ситуацию парень на день 100 валентина подарил девушке билеты в кинотеатр точнее в театр что делать ей не понравилось о чем я один подарил надо было подарить ей такие ответы на вопрос пожалуйста девушки что делать чтобы айфон никогда не садился когда его не включать не покупать а можно не покупать что делать чтобы айфон никогда не садился назовите его сердюковым на какие деньги квн щеки играют в квн на какие деньги квн щеки играют квн смешные на татарский смешней извините так вопросы еще в зале есть на разминке вопрос еще вот девушка хочет пожалуйста давать еще один меня вопрос к мужчинам скажите просто ли очаровать девушку это не ко мне мне уже не просто скажите очаровать девушку просто да очень просто просто избавиться потом тяжело 14 февраля очень грубо так вопросы в зале 6 да пожалуйста вот сегодня в уфе салават юлая встречает агварс скажите что вы будете делать если выиграют и что будете делать если проиграет да кстати кстати пока они готовятся алиса у нас же есть сюрприз для всех журналистов в зале мы приготовили сюрприз от первой лиги мы такие вот виде валентинок да валентинок вот такие вот билеты абонементы на посещение всех игр первой лиги так что это первые вообще билеты которые появились алиса вручи наталья пожалуйста ладно она уже потом раздавлю на лист и поаплодируем первой лиги за такой супер коллега на самом деле нам очень важно чтобы выходили на все игры смотрели писали и объективно оценивали как выступает и наша команда спасибо вопрос пожалуйста еще раз сегодня в уфе салават юлая встречает агварс скажите что будете делать если они выиграют и что будете делать если проиграет спасибо если выиграют похвалим если проиграют пошутим спасибо спасибо у нас сегодня будет веселый фестиваль вы нас уже просто заинтриговали я бы сказала приходите у вас абонемент и есть спасибо давайте проводим на самом деле ребят у нас есть такое мнение ребят если можно поверните пожалуйста да вы сами оцените у нас есть книги квн кто из присутствующих зале задавал лучший вопрос уже мы может не объективным будет и мы тогда им вручаем это можно сделать давайте прям сейчас у нас будет завершение уже пресс-конференция скажите вот я предлагаю все таки учитывать вопросы журналистов как они же самый веселый вопрос надо определить определить и кто определяет андреев пенеславич но так пожалуйста бизнес не а мы самые веселые вопросы про расходы правильно давайте вручают вот сюда вот это будет так же спасибо огромное еще одна книжка есть скажите было вопрос еще на ваш взгляд был такой сегодня по поводу расходов еще была классическая квн овская шутка еще старая старая что в любом случае вы не сможете сказать что ваши денежки плакали в хаши денежки смеялись еще один вопрос вопрос еще показался интересным а давайте не будем коррупционный момент исключим все таки да все еще слушайте у меня есть предложение да поскольку вот так вот сходу не нет такого что прямо самый яркий есть у вас да кто это да но это от команды вам тогда вручаем эту книгу и у меня конечно здесь книги нет но мы обязательно ее привезем я бы хотел чтобы вы передали от нас привет алине григорьевич толчинскому за помощь и поддержку проведения этой пресс-конференции еще одну книгу вам обязательно презентуем спасибо вам уважаемые коллеги наверное будем завершать сегодня у нас вот необычно ответственный день фестиваль эти маленькие квн щеки эти большие квн щеки все сейчас в униксе готовится сегодня представить свою программу это старт сезона я считаю что мы находимся в очень хорошей стартовой позиции мы знаем стратегию мы видим цель мы идем к этой цели я думаю что если и вы нас все поддержите да мы обязательно в ближайшем нет не буду ставить таких серьезных целей что прямо ближайшем но в перспективе команда у нас обязательно появится и она завоют золотые медали мы не меняем приоритетов мы идем к этой цели и спасибо вам если вы будете с нами поддерживать у нас будет спасибо большое коллеги напоминаю подойдите к мусилу у нее для вас в лимфинке завершаем на этом всех благодарю всего доброго